В этом году на амбулаторное лекарственное обеспечение населения выделено больше 5,5 миллиардов тенге. Из них более 4 миллиардов тенге это средства республиканского бюджета. Этих денег, уверяют специалисты, на обеспечение лекарствами хватает. Но средств, которые выделили из местного бюджета, а это чуть более 1 миллиарда 300 миллионов тенге, недостаточно. Обеспечить население под социально значимым заболеванием в полном объеме невозможно. Остаток средств на сегодняшний день 30 миллионов тенге, но общая сумма выписанных рецептов превышает 65 миллионов. В связи с этим чиновники от регионального управления здравоохранения просят увеличить финансирование этой сферы на 150 миллионов тенге. Бюджетных денег для обеспечения всех групп, всего объема медикаментами бесплатного плана невозможно обеспечить. Очень большую роль в дефиците медикаментов является стоимость лекарств. Как отметила Татьяна Булгацевич, получающие лекарства бесплатно пациенты зачастую не знают реальную стоимость препаратов. А чтобы обеспечить лекарствами одного человека, иногда нужно 24 миллиона тенге в год. И таких пациентов в области очень много. Отсюда и возникает дефицит. Татьяна Булгацевич считает, что нужно пересмотреть систему подходов в отношении обеспечения групп пациентов. Я считаю, должна быть какая-то рандомизация групп. То есть этим мы будем давать 100%, этим будем давать 50%. Там будет категория дети-инвалиды, которые будут обеспечиваться полностью, потому что они социально защищены. Кроме высоких цен на лекарства, отмечают в управлении здравоохранения, средств не хватает еще из-за того, что нуждающихся в бесплатных препаратах. С каждым годом становится все больше. Их выявляют на скринингах. Естественно, если рост заболеваемости в среднем сахарным диабетом на 20%, острым инфарктом на 25% и так далее, в связи с тем, что проводят скрининги, идет выявление активное и так далее. И получается, каждый раз бюджет он просто не успевает. Дерах Мечен и Софья Чернова, РТН.